По итогам восьми месяцев текущего года на территории области зафиксирован рост совершенных подростками преступлений более чем на 20%, а количество их совершивших лиц возросло на 50%. Такой невеселой статистикой могут похвастаться 11 регионов области, включая города Баранович и Пинск и Брест. Те меры, которые мы в течение года принимали, те меры, которые мы в прошлом году намечали на этот год, пока не дают того результата, которого бы мы хотели. В последние месяцы продолжается рост преступности, хотя темпы его снизились в последние месяцы, но тем не менее 22% роста совершенных подростками преступлений – это первое. И второе нас беспокоит то, что по отдельным видам идет значительный рост, таких как незаконный оборот наркотиков, таких как хулиганство и грабежи. Причину сложившегося положения дел немало. Здесь и недосмотр родителей и педагогов, и отсутствие активной работы лиц, которые отвечают за организацию занятости и досуговой деятельности подростков. Чаще всего ребенок, особенно в каникулярное время, предоставлен сам себе, а отсутствие целей, занятий или хобби в жизни вызывают у подростка стремление занять себя хоть чем-нибудь в свободное время. Чаще всего оно тратится на противоправные деяния. Хотел бы сказать, что все-таки одними силовыми методами и силовыми структурами, то есть органами внутренних дел, мы не сможем добиться положительного сальдо по снижению преступности несчастных летних. Здесь нужно все-таки отметить, что зачастую, зачастую, больше 50% в настоящее время совершают преступления, не состоящие на учетах в инспекции по делам несовершеннолетних. И можно сделать вывод, что и родители не влияют на своих подростков так, как оно должно быть. В списке мер, которые сегодня были озвучены на заседании комиссии по делам несовершеннолетних, введение единого для всей области родительского дня. На собраниях 18 октября и 20 декабря во всех учебных заведениях Брещины первыми на повестке должны стать вопросы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, а также стабилизации криминогенной обстановки в подростковой среде. При этом особенно важно, чтобы участие в таких собраниях принимали не только активные родители-отличников, но и те, чьи дети по разным причинам не очень успешно справляются со школьной программой или имеют неуд по поведению. Если на это родительское собрание таким же образом, как на работу нерадивого отца водят, как обязанное лицо с милицией на предприятии, бывает и такое, если его и в школу приведут, и сядет он хоть раз в жизни за парту и посмотрит, где и как учится его ребенок, и посмотрит в глаза своим коллегам, родителям и учителям, то, я думаю, от этого плохого ничего не будет, будет только выигрыш. Поэтому мы сегодня ставим задачу, чтобы и вот как одна из форм, как одна из форм работы с родителями, именно родительские собрания, вот, она проводилась более эффективно. Вторая тема заседания была связана с нарушениями требований законодательства при введении административного процесса в отношении несовершеннолетних и их представителей. В списке мер обеспечения надлежащего контроля, а также регулярное проведение учебы специалистов в части изменений законодательной базы.